МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моры и божьи коровки сегодня гусеницы. Расскажем, почему Кубань атакует волны насекомых. Вирус знанием не помеха. В вузах края откроют пункты вакцинации. Нет проблем, кроме букета хризантем. В преддверии Дня Знаний в Краснодаре случился цветочный ажиотаж. Доктор Рад собрал со всей из-за тебя, гость собрать! Стоп, снято! В архипо-осиповке уличные продавцы напали на блогера и попали на видео. Серия подозрительных пожаров в Сочи. Пользователи социальной сети сейчас активно обсуждают причины возгораний в кафе. Два заведения вспыхнули с разницей в несколько дней. Сегодня от огня пострадало кафе в Дагомысе. Юлия Проценко побывала на месте событий и провела собственное расследование о том, кто или что может стоять за уничтожением прибыльного бизнеса. Последний день лета в Дагомысе проводили пожаром. ЧП произошло, пока поселок спал. Несмотря на то, что пожарные расчеты прибыли незамедлительно, кафе и ближайшие заведения сгорели дотла. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру. Рано утром пламя вспыхнуло в кафе на берегу моря. К месту вызова направились подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Огонь распространился на 400 квадратных метров, прежде чем его удалось держать. Пожар тушили несколько расчетов. Задействовали 5 единиц техники и 13 спасателей. Развернули и штаб пожаротушения. К счастью, без пострадавших. Причин сгорания еще предстоит установить. Однако версий у людей, как всегда, несколько. Мы провели небольшой опрос среди местных жителей. Что стало причиной возгорания? Сам хозяин заведения ситуацию отказался комментировать. Я думаю, что это только поджог. А как оно может просто так загореться? Не знаю. Я дома даже была. Слава мне позвонили. Я тут работаю наверх. Горит я горю. Как горит? Я даже не знала. Подожгли по-другому. Чего тут гадать на кофейной гуще? Специалисты, что разбирается. Горожане действительно обеспокоены пожарами на курорте. Ведь это второе возгорание кафе у моря. На прошлой неделе в пятницу ситуация с пожаром схожа с возгоранием в Дагомысе. С разницей лишь в несколько дней. А там что, кафе, да, было? Ну да, не одну. Вот слышно всё. Площадь возгорания тогда составила 500 квадратных метров. Никто не пострадал. Эвакуация людей не потребовалась. Специалисты установили предварительную причину возгорания. На Приморской набережной короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении. Насчёт кафе в Дагомысе следствие ведётся. Но ясно одно. Пока правоохранительные органы не озвучат точные причины пожаров, слухи среди местного населения не утихнут. Ведь оба заведения расположены в престижной зоне для ведения бизнеса. И, как говорят, приносили неплохую прибыль. Не стоит исключать известную схему лишиться, чтобы нажиться. Страховые выплаты порой приносят гораздо большую прибыль, чем ежедневный труд. Экстренное предупреждение МЧС по непогоде объявлено сегодня на Кубани. К нам зашёл циклон, который проявит себя дождями в Мостовском, Овширонском и Лобинском районах. А уже 1 сентября ливни с грозой, градом и шквалистым ветром прогнозируют и в других муниципалитетах. Дождь уже полил Лазаревское. Улицы Сочинского микрорайона наводнились. Местами колёса автомобилей наполовину утопают в лужах. Осадки ожидаются до 3 сентября. При этом не исключается высокая пожарная опасность. Организована работа оперативного штаба, оперативных групп. Проверена готовность аварийно-спасательных, пожарно-спасательных подразделений. Спланированы действия всей единой государственной системы предупреждения о ликвидации чечальной ситуации. На малых реках, в том числе и притоках Кубани, уровень воды может подняться до опасных отметок. Поэтому любителям пикников и походов в горы лучше не рисковать и дождаться благоприятного прогноза. Метеорологи обещают, что в конце недели с тучами мы попрощаемся. А пока на Кубани чертят границы потенциального бедствия. Участки, которые подвержены подтоплением от паводка и залповых ливней, должны определить до конца сентября. Свыше 650 населённых пунктов уже прошли такую ревизию. Данные заносят в единый госреестр. Так что в перспективе каждый сможет проверить свой участок на угрозу подтопления бесплатно и онлайн. Предположительно в зону риска попадёт 346 тысяч гектаров застройки. В основном это Азово-Черноморское побережье и предгорные районы. Работу начали по поручению губернатора после наводнения этого лета. В кубанских вузах откроют пункты вакцинации для студентов. Об этом губернатор говорил сегодня на встрече с ректорами ведущих университетов и учащимися в высших учебных заведениях. Студенты-медики в свою очередь предложили помощь. Рассказывают своим сверстникам о пользе прививок и о том, как на самом деле тяжело болеть коронавирусом. Подростки и даже младенцы. В инфекционных палатах всё больше маленьких пациентов. Ковид помолодел. Уже завтра в кубанские вузы пойдут 103 тысячи студентов. С ректорами учащимся встретился губернатор. Вакцинация – единственный способ не допустить появления очагов заболевания в университетах. С 1 сентября и школьники пойдут в школу, и студенты займут свои места в аудиториях в высших учебных заведениях края. И форма будет очной. Не дистанционная форма обучения, а очная форма обучения. Мы осознанно пошли на это решение. Конечно, я благодарен всем коллегам, кто принимал решение о очной форме обучения. Понятно, это риск, ещё раз подчёркиваю. Но мы должны сделать всё, чтобы избежать и очаговости, в случае вспышки ковида, не уйти на дистанционное обучение по каким-либо причинам. Мы должны понять, в первую очередь, по вузам. Потому что вузы сегодня у нас – это, я считаю, максимально активная молодёжь, максимально талантливая молодёжь там находится. Мыслящая молодёжь – это те специалисты, которые будут завтра стоять где-то, может быть, даже во главе отраслей экономик. Это жизнедеятельность, это будущие инженеры, врачи, руководители. Уровень их образования, на самом деле, он должен быть высоким для того, чтобы мы были уверены в развитии нашего региона. Но как нам сохранить это очное образование? Мы должны честно говорить, конечно, мы переживаем. И как сегодня максимально уберечь, в том числе и здоровье молодых людей в рамках пандемии, когда только вакцинация. Прививки против коронавируса в Краснодарском крае сделали 17% студентов. Среди них, что неудивительно, активнее всего вакцинировались те, кто учится в медицинском университете. Студенты-медики подтвердят и правильно скажут, что они, наверное, своими глазами, на своих руках видели и спасали жизни тех людей, которые задыхались у нас в реанимациях. Это не передать словами. Те смерти, которые они видели на сегодняшний день, будучи студентом. Если в прошлом году у нас заболевали лица 45 лет, то сегодня мы видим, что у нас болеет молодое поколение. Это лица от 18 до 29 лет. Юрий Афанасьев – один из тех студентов-медиков, которые работали в красных зонах с начала пандемии. Этому парню не надо рассказывать о пользе вакцинации или пугать последствиями коронавируса. Он обо всем прекрасно знает сам. И уж точно лучше тех, кто считает ковид легкой прогулкой. К этому лету пациентов значительно прибавилось. Уже невозможно сказать, какая-то по счету волна. Потому что вирус никуда не уходил, а болезнь очень быстро прогрессирует. То есть в засчитанные дни она может быть с КТ-1 до КТ-4 дойти. И это очень страшно. Единственным вариантом, как это остановить, я считаю, что это только вакцинация. К сожалению, дискутировать может те и вести дискуссию, кто живой. Потому что оппонентов мертвых среди живых быть не может. Мы не можем спросить у тех, кто уже ушел. Навсегда. Их точку зрения. У тех, кто задыхался в реанимации. И в конечном счете помогали все. Помогали каждому. И сейчас помогаем. Но где-то помощь не увенчивается успехом. У них мы уже спросить ничего не можем. Об этом никто не задумывается. Мнения мы их спросить не можем. Мы не можем спросить, как бы они поступили, если бы все заново. Либо отмотать хотя бы на полгода. Хотя бы на месяц ситуацию. Не можем спросить. Личные примеры истории жизни. Лучшее лекарство против отрицания серьезной болезни, считают будущие медики. Они готовы ходить по университетам и рассказывать своим сверстникам о том, что увидели в ковидных госпиталях. Наверное, наступило время и наступает время в жизни каждого человека, в том числе вот этот параметр ответственности в свою повестку жизненную включать. То есть мы все сегодня должны осознать и понимать, что из-за одного человека уже было посчитано недавно. Один человек способен заразить до полутора тысяч человек. Против чего протестовать? Против собственного здоровья, против собственной жизни. Ну почему у нас такой народ? Почему пока не столкнутся с бедой? Вот с бедой буквально лицом к лицу ничего не происходит. Неужели нужна беда, чтобы она постучалась, не дай бог, к семью? Вот если в семью постучиться, тогда привьются. И родственники, и друзья, и друзья друзей привьются. Но зачем нам ждать, чтобы в семью постучалась беда? Вот кто-нибудь может объяснить, ну почему мы не можем, пока ее нету, достучаться друг до друга? Пока нету этой беды, до молодежи достучаться не можем, пока нет беды. Почему мы слушаем тех, кто прячется в интернете за аватарками? Ну почему мы их слушаем? Люди, мы же умные, молодежь умная. Нужно идти и убеждать, убеждать ради их же здоровья и жизни. А по-другому никак. На кону стоит здоровье и еще раз почку жизни жителей нашего края. Просто надо перестать быть равнодушными, чтобы не допустить большой беды. Она может в любую семью постучаться. Уберем безразличие, самонадеянность, самоуверенность уберем. И тогда все вместе точно сможем. Все вместе, но только все вместе. Только все вместе тогда будет на самом деле коллективный иммунитет. На встрече с губернатором ректоры и студенты поддержали идею открыть в вузах пункты для вакцинации. Легче все-таки привиться, чем задохнуться. Яна Бузычкина, Вадим Волков, Кубань, 24, Краснодар. Сто процентную оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет с 1 сентября будут получать все родители, независимо от трудового стажа. Листные трудоспособности в такой ситуации могут брать не только мамы с папами, но и бабушки или дедушки. Что касается стоимости одного дня, она средняя за два года. Для родителей 8-леток и более старших детей правила расчета останутся прежними. 60% дохода компенсируют тем, кто отработал меньше 5 лет и 80% при трудовом стаже до 8 лет. Если он больше, тогда можно рассчитывать на 100%. Кубань атакует полчища насекомых. Гусеницы, комары, божьи коровки. Они кусают, залезают в дома и квартиры, пожирают растения и деревья. Сколько еще продлится это нашествие и почему насекомые выбирают именно наш регион, пыталась понять Татьяна Алексеева. Нашествие гусениц. Даже страшно находиться здесь. Этим видео с нами поделилась одна из местных жительниц Анапы. Курорт вновь атакует насекомую. И в этот раз это гусеницы непарного шелкопряда. Тысячи вредителей можно встретить не только на растениях, но и на дорогах. И если раньше они просто пожирали листву, то сейчас заползают в дома. Вот такие полчища лезут. Это через каждые 15-20 минут вот такая штука вокруг дома. Полный сад. Личинки американской бабочки. Эти маленькие паразиты очень прожорливы и практически всеядны. Они начинают есть, как только вылупляются из яиц. На уничтожение целого дерева у гусениц уходит меньше месяца, а порой и несколько недель. Единственное спасение – обрезать ветки с гнездами насекомых. Личинки и гусеницы – далеко не единственные вредители, которые налетели на кубанские курорты этим летом. Несколько недель назад отдыхающие пожаловались на полчища комаров, которые буквально вытесняли людей с пляжей. Для нас это удивительно. Раз, два, три штуки на дороге. Потому что мы сколько сюда ездим, нас никогда не было вообще. Никогда не кусали, да? Местные жители уверены, что кровопийцы расплодились после подтопления, а бурный рост насекомых вызвала стоячая вода. Природа испытывала на прочность кубанцев и ранее. Все началось с середины июля, когда анапские пляжи атаковали божьи коровки. Безобидные с виду доставляли массу дискомфорта отдыхающим. Давайте посмотрим на их общежитие. Они спят? Нет, они не спят. Аномалия вполне объяснима, говорят кубанские зоологи. Этот год стал урожайным на тлю, поэтому и божьих коровок стало больше в разы. Резкие скачки популяции проходят у многих насекомых. Каждые 8-10 лет. Это связано с оптимальными условиями, как климатическими, так и биологическими. Оптимальными для вида, и поэтому это дает всплеск численности. Почему же насекомые летят именно в Краснодарский край, специалисты говорят все просто. Климат комфортный, еды много. Эй ты, птичка, летим со мной, там столько вкусного. Страус, сколько? Аномальная жара, шквальные ливни и теперь вот нашествие насекомых. Так мы запомним это кубанское лето. Впрочем, ученые уверяют, что беспокоиться о жужжащих гостях не стоит. Для человека они безвредны, но полезны для экосистемы. К примеру, комарами и гусеницами питаются птицы. А значит, природа все сама расставит по местам. Татьяна Алексеева, Евгений Литовко, Кубань-24, Анапа, Краснодар. Жители Кубани на 30% увеличили спрос на ипотеку за счет трансформации рынка жилищного кредитования и реализации госпрограмм. Объем выдач превысил 10,7 миллиарда рублей. Такие итоги работы в регионе за 6 месяцев озвучил управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Республики Адыгея. Сергей Кадакин отметил, что теперь получить свои заветные квадратные метры могут семьи с первенцем под минимальную ставку 5% в рамках льготной госпрограммы. Это позволит заемщикам существенно экономить на ежемесячных платежах и минимизировать финансовую нагрузку на бюджет. Кроме того, банк приступает к выдачам ипотеки под строительство частных домов. Клиенты смогут получить кредит на приобретение участка и строительство дома в коттеджном поселке по ставке от 9,3% годовых. Мы также ожидаем значительный спрос по данной программе, потому что жители нашего края все чаще выбирают индивидуальное жилье для своей жизни на территории Кубани. На данный момент мы уже аккредитовываем застройщиков и уверены, что в ближайшее время произойдут первые выдачи. Банк продолжает уверенно следовать и выбранной стратегии, ориентированной на развитие дистанционных каналов обслуживания. В первом полугодии были запущены ряд цифровых услуг для бизнеса, из которых можно выделить новый сервис для самозанятых. Это новая бесплатная опция, которая доступна в приложениях ВТБ Онлайн и ВТБ Бизнес Лайт. Индивидуальные предприниматели и физлица могут дистанционно оформить постановку на учет ФНС по специальному налоговому режиму. Кроме того, в личном кабинете можно формировать справки о доходах и квитанции на оплату госпошлин, отслеживать уведомления от налоговой. Большие события для маленьких населенных пунктов. В крае сделали почти все запланированные на этот год работы по нацпроекту формирования комфортной городской среды. Даже в отдаленных станицах появляются новые скверы, аллеи и парки. Без поддержки такие проекты в большинстве случаев так и остались бы на бумаге. О том, как преображаются большие города и маленькие поселки, расскажет Наталья Авилова. Этот парк в станице Северской хотели благоустроить еще 70 лет назад. Высадили сосны, но дальше процесс не продвинулся и место стало пустырем. Местные жители говорят, что гулять здесь просто боялись. Но ситуация изменилась год назад. По нацпроекту территорию благоустроили. Теперь здесь появилась детская площадка, освещение и, конечно же, остались советские сосны. Вместо высокой травы теперь новые тротуары и беговые дорожки. Их уложили в прошлом году. В этом установили лавочки и урны, появилось видеонаблюдение. Для детей игровая площадка. Позаботились и о взрослых. Вот такие уличные тренажеры для тех, кто любит спорт. Местные жители оценили перемены. Раньше мы сюда не ходили, потому что здесь ничего не было. Сейчас хорошо и днем, и вечером, и освещение. Хорошее место. Я здесь живу недалеко. Спасибо большое за строительство этого сквера, потому что теперь у меня есть возможность заниматься спортом перед работой или после работы. Мы часто бываем здесь с детьми, нам очень нравится, дети довольны. И мы, в принципе, тоже есть где отдохнуть, пока дети гуляют. И даже просто пообщаться. К уже существующим соснам добавили еще зелени. Весной высадили туи. И это только начало. Если бы не такая программа, то вряд ли бы наш бюджет справился бы с таким финансированием. Мы его будем реализовывать в центре станицы, в части действующего парка. Будет благоустроено порядка двух гектаров. Недавно по нацпроекту преобразили и набережную вдоль реки Мацеста в Сочи. А это больше 20 тысяч квадратных метров. Реконструкцию ждали 30 лет. Набережная серьезно пострадала от наводнения в 90-е годы. И вот, наконец, в распоряжении жителей новые велосипедные дорожки, клумбы и газоны, системы автополива, детские и спортивные площадки. У нас не было места, где погулять, чтобы выйти с колясками, мамашем, чтобы прогуляться с детьми, да и взрослым, и стариками. А сейчас делали парк для людей. Это все благодарят, очень благодарят. Благоустраивают по нацпроекту объекты в разных районах края. В Ейском, в поселке Моревка, появился сквер. Работы начали еще зимой. И уже к лету малыши выбежали играть на новую площадку. Детям есть хоть где разыграться. Они довольны, все бегают на площадку, гуляют. Здесь все друзья, им зато весело, не скучно. И дома они сидят, хотя бы летом можно погулять. Довольны все, и родители, и дети. Мне больше всего нравится карусель. На ней можно кататься, но мы сильно раскручиваемся. Свой парк появился и в Забойском Славянского района. Для поселка с населением всего 3000 человек это большое событие. Кроме тренажеров, новых лавочек и игровых площадок, здесь появилась и летняя сцена. Здесь можно отдохнуть хорошо с детьми. Есть место для отдыха родителям. Дети могут играть на площадках. Взрослые, подростки могут заниматься спортом. У нас рядышком с парком находится объект, муниципальный детский сад. Детки могут после детского садика выйти с родителями погулять на свежем воздухе. Также в данном парке оборудована топпинговая дорожка, где можно покататься на роликах, на самокате, на велосипеде. Нацпроект «Жилье и городская среда» на Кубани выполнили уже на 85%. Основные работы уже завершили. Озеленение закончат к середине осени. Наталья Авилова, Антон Шульга, Кубань-24. Звезду Ютуба избили в Архипа Осиповке. Блогера, который собирает просмотры, делая скандальные видео о незаконной торговле, атаковала целая толпа. Они пытались выбить у него камеру. Это случилось на глазах туристов с детьми, прохожих и местных жителей. Мужчина пытался сбежать, но его повалили на асфальт, порвали сумку и побили. Позже приехала полиция. Пострадавший рассказал, что в Архипа Осиповку приехал на два дня снимать уличных зазывал и продавцов в палатках. За это и получил, пишут в комментариях очевидцы. Сам автор видеороликов поделился с подписчиками в соцсетях, что уже написал заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку. Блогер, к слову, занятие не только опасное, но и ответственное. К осенним выборам в Госдуму их хотят привлечь в качестве наблюдателей. Популярные интернет-деятели должны развеять сомнения граждан в честности происходящего на избирательных участках и заодно помочь разоблачению предвыборных фейков. По задумке, блогеры будут размещены на трети всех участков. Всего в сентябрьском голосовании смогут принять участие больше 4 миллионов жителей региона. На Кубани будут работать почти 3000 участковых избирательных комиссий. О порядке проведения выборов подробнее расскажем в кратком обзоре. Нинель Восканян продолжит. Начнем с главного. Выборы в сентябре снова пройдут в течение трех дней. Такой формат был отработан в прошлом году и этот опыт был признан успешным. Главное преимущество трехдневных выборов, очереди и создание толпы на участках остались в прошлом. На фоне борьбы с коронавирусом это большой плюс. Каждый избиратель получит два бюллетеня. В первом он сможет проголосовать за конкретного кандидата в своем округе, а во втором за одну из 14 партий. Здесь остановимся подробнее. Известно, в каком порядке будут располагаться партии бюллетеней. Нумерацию, которую вы сейчас можете видеть, определили жеребьевкой в Центр сберкоме России. Как отметила глава Цикла Панфилова, многие придают большое значение своей позиции в бюллетене. Но итоги голосования зависят лишь от работы, проделанной в ходе избирательной кампании. Если партия набирает больше 5% голосов, ее представители проходят в Госдуму по федеральному списку. Сделать выбор можно не только, явившись в пункт по месту регистрации, но и в любой точке страны. Для этого нужно подать специальное заявление через портал Госуслуг или МФЦ. Тогда вашу фамилию включат в список избирателей. Голосования на придомовых территориях, которые критиковали пользователи соцсетей, в этом году применять не будут. Зато поставить галочку в бюллетень можно на дому. Правда, на это нужна уважительная причина. Например, состояние здоровья, инвалидность, уход за маленьким ребенком. Граждане России, проживающие за границей, смогут проголосовать в посольствах. При этом каждая страна привязана к конкретному избирательному округу в России. Важность предстоящих выборов для страны трудно переоценить. Депутаты Госдумы принимают законы и бюджет страны. Голосование повлияет на жизнь каждого жителя России без исключения. Указ о единовременной выплате военным и курсантам подписал президент. Сумма пособия 15 тысяч рублей. Деньги получат служащие по контракту, а также учащиеся в военных профессиональных учебных заведениях и организации высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы. Вторая категория тех, кому положена денежная помощь, это сотрудники Следственного комитета. Россия, ФСИН, полиция, прокуратуры, таможенники. Выводы планируют провести в течение сентября. При этом, как отмечается в документе, эти средства не могут быть удержаны на основании решений судов и других органов, а также приказов командиров. Допавлю, что по 10 тысяч рублей также выплатят пенсионерам. Соответствующие документы Владимир Путин подписал ранее. Предначалом учебного года в Краснодаре большие пробки. Основная их часть пришлась на улицу 40 лет победы с ее кольцом, а также на улицу генерала Трошева. Ну а самыми главными точками протяжения сегодня стали цветочные рынки. Купить букет учителю для многих остается нерушимой традицией. Хотя разговоры о том, что цветы учителям на 1 сентября вообще не нужны, ходят не первый год. Что по этому поводу думают жители города и края, узнала Александра Шпакова. Самым большим спросом в преддверии 1 сентября пользуются гладиолусы. 700 рублей за букет. Если нужно подешевле, пожалуйста. Элстомы 500 рублей. А для любителей экзотики есть скидки. Целлозия 300 рублей. Популярны и хризантемы. Букет продают по 500 рублей. Можно найти и дорогие. Около 5000 за экзотический букет с артишоками. Цены в этом году почти не выросли по сравнению с прошлым. Но изменения есть. Рост сегодня на рынке мало. И те быстро раскупаются. Сын идет в первый класс. Мне понравились маленькие розочки. Он у меня маленький сам просто. И хочется нежный учителю первому подарить. Выбрали розы, просто запаковываются. Учительница больше розы нравится. Из-за этого купили розы. Почему, ты считаешь, нужно дарить цветы учительнице? Потому что праздник. А еще праздник у продавцов. За несколько дней у них покупают столько, сколько обычно за месяц. Самая дешевая получается. Это вот сейчас астрочка такая небольшая. Подороже мелкоцвет. Целлозия. То есть вот такой вот ассортимент у нас. А сколько конкретно по цене? Ну, вот такая 250-200. Цветочный переполох охватил не только столицу Кубани, но и весь край. Все свое. Все выращиваем. Селекционируем. И, ну, получилось просто так. В этом году лето было очень жарко, а цветка было мало. Сейчас чуть-чуть начал появляться. Поэтому вы видите цветок. Весь свой. Первое сентября повышается спрос на букеты к этому замечательному празднику для любимых учителей. И что является главным определяющим для букета на вот этот самый замечательный осенний праздник? Это размер. Во-первых, потому что, как правило, первоклассникам или деткам чуть постарше неудобно идти с большими крупными цветами, которые мешаются на линейке. В этом году есть еще одна особенность, которую отмечают продавцы. Покупателей стало меньше. Некоторые заказывают букеты онлайн, а многие вообще решили отказаться от цветов на первое сентября. Но далеко не все. Я пришла на цветочный рынок за красивыми цветами. У меня младший брат идет во второй класс. И хотим выбрать красивый букет. Это нужно делать, потому что это праздник в любом случае. И учителю нужно подарить внимание в этот день. Я считаю, что это важно. То есть это, грубо говоря, проводник в нашу учебную жизнь. Это какая-то дань учителям. Потом это, наверное, какая-то традиция для детей тоже. Это праздник, с которого начинается учебный год. Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как правильно выбрать и хранить букет. Специалисты рекомендуют выбирать полураскрытые живые цветы. Купленный букет ни в коем случае не оставлять без воды. А перед тем, как поставить его в вазу, надо срезать стебель и удалить нижние листья, чтобы избежать гниения. Есть и несколько народных советов. Розы любят холод, но не любят сквозняки. Также не советуют ставить букет возле бытовой техники. А некоторые рекомендуют еще и чайную ложку сахара добавить в вазу. Вот так можно будет сохранить цветы свежими и завтра отправить ребенка в школу с красивым букетом. Александра Шпакова, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. Цветы это все же больше для праздничного настроения. Если говорить о качестве образования, то здесь очень важен кадровый вопрос. Так, в Новороссийске учителей решили стимулировать дополнительными выплатами. Правда, со следующего года. Предметники, которых городу не хватает, это 10 русоведов, математиков, преподавателей химии и биологии, получат полмиллиона подъемных, при условии, что отработают как минимум 10 лет. Предусмотрены другие бонусы для учителей, к примеру, бесплатный проезд в общественном транспорте. А в Туапсинском районе 15 педагогов стали участниками муниципальной программы и уже в этом году, кроме зарплаты, получат компенсации за оплату съемной квартиры. Кубанские учителя стали моложе. Новый тренд в образовательной сфере края. Средний возраст школьных преподавателей сильно снизился. А еще к нам стали ехать учителя из других регионов. В чем причина таких явлений, разбирался Станислав Бондурко. Судя по этим видео, краснодарская учительница из ТикТока, она очень любит свою профессию. Свои смешные видео она нередко снимает в школе, успевая, конечно, и готовится к занятиям. На одной волне с ней и Владимир Яковлев, преподавателю математики и информатики, всего 24 года. Один из самых молодых педагогов края после армии и получения двух высших образований устроился в ту же школу, которую сам и окончил. Прадедушка математик, бабушка математик, прабабушка математик, мама математик действует сейчас здесь в школе. Ну и, собственно, я. И как-то это все поочередно шло-шло-шло, и меня к этому уже и привело. В ведении Владимира сейчас центр доп. образования. Себя молодой специалист в будущем видит директором школы. И отнюдь не в сельской местности. Но пока он работает в станице и набирается знаний и умений от более опытных коллег. Они к относительно юному педагогу относятся с уважением. Пренебрежения абсолютно никакого нет. Нет такого, что мало опыта. Наоборот, все стараются помочь. Можно просто подойти к учителям, с которыми так или иначе поддерживаешь общение, и спокойно попросить о помощи. Все всегда помогут. Всего в школах края сейчас работают 8 тысяч учителей в возрасте до 35 лет. Порядка 600 молодых педагогов из числа выпускников колледжей и вузов уже завтра впервые придут в школы. И вот с какими эмоциями они сядут за преподавательскую парту. Работа в школе несет в себе огромную ответственность за учеников, за те знания, которые мы им даем. А также приносит удовольствие и огромный заряд позитива. У молодых специалистов есть много преимуществ. Мы полны энтузиазма и творческих идей. Я хочу показать детям, что учиться это очень здорово и интересно. Педагоги до 55 лет могут участвовать в программе «Земский учитель». По ней можно получить единовременную выплату 1 миллион рублей, обязуясь проработать 5 лет в сельской местности. Благодаря этому проекту в 4-й школе села Петровского появился новый преподаватель английского языка. Ирина Синовац перебралась в Отрадненский район из Иваново. Заявки на участие в «Земском учителе» подавала везде. От европейской части страны до Дальнего Востока. Живу я тут всего несколько недель, можно так грубо говоря сказать, на Кубани уже. Я в восторге от людей, которые здесь живут. Мне всё очень нравится, начиная от климата и заканчивая отношения между людьми. Подготовку специалистов педагогического профиля в крае ведут 8 вузов и 6 колледжей. Это 200 тысяч будущих учителей, если суммировать все курсы. И потребность в них на Кубани сейчас не подлежит сомнению. Станислав Бондурко, Денис Горбунов, Александр Жерельев, Кубань, 24. В комфортных условиях будут получать знания ученики села Бродковского. Это Кореновский район. В местной школе к новому учебному году отремонтировали кабинеты физики, химии, биологии и информатики. Там сделали монтаж подвесных потолков, выровняли стены, заменили пол, установили кондиционеры. На базе этих классов оборудуют одну из точек роста. Это центры цифровых технологий, где подростки получают дополнительное образование. На обновление было выделено более полутора миллионов рублей из муниципального бюджета. В рамках проекта «Точка роста» на базе наших трех кабинетов будут функционировать точки роста естественно-научной направленности. И соответствующее оборудование должны поставить. Поступление необходимого для обучения оборудования ожидают уже в сентябре. Новую мастерскую на базе индустриально-строительного техникума открыли в Армавире. Там студенты будут осваивать тонкости облицовочных работ, в том числе укладки плитки. Специальное оборудование аудитория отвечает требованиям и стандартам WorldSkills. На оснащение потратили 1 миллион 800 тысяч рублей. Эти деньги учреждение выиграло в краевом конкурсе. Есть еще одна отдельно стоящая мастерская, которую мы в 2018 году открыли. Но так как поток обучающихся достаточно большой и не умещались, уже мы понимали это в одной мастерской, поэтому возникла такая необходимость оформить документы на конкурс. Мастерская оснащена супер-современным оборудованием. Студенты третьего курса уже опробовали новые электростанки, горстаки, фрезерные установки и пиломашины. Это была заключительная новость сегодняшнего выпуска. О новостях спорта и прогнозе погоды расскажут мои коллеги Лиза Горшинева и Мария Фалькова. Лиз, известная песня «Что такое осень?» очень романтическая, но будет ли таким же романтическим прогноз погоды? Ну куда же вообще без лирики осенью? Конечно, мы ожидаем кратковременные дожди по всему краю, так что осенняя романтика начинается. Маша, а есть ли место романтики в спорте? Есть, конечно. Тем более продолжаются 16-летние паралимпийские игры. Есть у нас еще кусочек вот этого летнего настроения. Кто-то уже из кубанских спортсменов возвращается домой, кто-то остается пока в Токио, ждет своего звездного олимпийского часа. В общем, и о тех, и о других сегодня говорим в спортивных фактах. Смотрите нас. Не пропустите «Факты спорта». Останетесь на прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Всем добрый вечер. Вот и последний день лета подходит к своему завершению. Как же быстро промчались три месяца жары, каникул и отпусков. Уже завтра все первоклашки страны наденут свою первую школьную форму. Уже завтра начнется осень. Не будет ли сентябрь такой же жаркий, как последние дни августа, я расскажу вам прямо сейчас. Покинет ли жара южные регионы России и когда? По примерным расчетам жара продержится еще несколько дней. Местами в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополе, Республиках Северного Кавказа пройдут дожди с грозами. Возможно, отдельные сильные дожди с градом и шквалами. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки холодный атмосферный фронт должен освободить регион от жары. По традиции, вытеснение зноя будет сопровождаться разгулом конвективной стихии и комплексом неблагоприятных явлений погоды. Как я уже говорила, дождями, местами сильными, ливнями с градами, сильными шквалами ветра, смерчами над акваторией Черного моря, повышением уровня воды в реках. Совсем недавно я уже сказала, что к выходным станет в среднем на 10-12 градусов прохладнее. И по ситуации, которую мы сейчас с вами можем наблюдать, можем удостовериться в понижении температур. По предварительным прогнозам, в конце недели погоду стабилизирует Азорский антициклон, также известный как область высокого давления. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. На малых реках и водооттоках в Отрадненском, Мостовском и Лобинском районах, а также реках Адыгеи и Черноморского побережья, ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Но теперь давайте подробнее о температурах переносимся на карту края. На востоке Гулькевича плюс 30, Тихорецк, Кропоткин, Армавир плюс 30, 31 возможны кратковременные дожди. В горных и предгорных районах Майкопов, Широнск, 27 градусов, Отрадная, Мостовской, 26-28, также возможны переменная облачность и дожди. Лобинск плюс 29, переменная облачность, дождь мозаичного характера. На севере, в Ленинградской, 31 градус выше 0, также возможны дожди по всему краю. В Ейске как раз солнечно, 27 градусов, Приморско-Ахтарский на 1 градус больше, а вот Кущевская и Тихорецк также подвластны осадкам. В центре и на западе Северская плюс 30, Славянск на Кубани плюс 30, переменная облачность, Тимошевск, Тимрюк, 28, 31, в Крымске плюс 30, везде возможны дожди. Так что будьте готовы и греться, и промокнуть. А что же у нас на Черноморском побережье? Анапа плюс 28, единственный город, где скорее всего дождя не будет. А вот в Сочи, в Туапсе 27, 29 градусов, Геленджике и Новороссийске 28, 29, но как раз таки осадки в виде дождя. Ветер с северо-западных направлений, порывы достигают 9 метров в секунду. Перейдем с вами к краевой столице. Город Краснодар. Утром до 25, и утром как раз вы можете увидеть солнышко. А вот днем температуры поднимаются до 29, но тут уже осадки в виде дождя. И также они перетекают в вечер, в ночь, температура опускается до 23 градусов. И как раз уже к концу недели они будут все ниже и ниже температуры. И вот такие мы с вами видим осадки. Давление в пределах нормы. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения. Пусть любая погода придется вам по душе. А далее эфир продолжит «Факты спорт».